Инвалид второй группы 8 месяцев не может получить положенный протез. Как пробить стену равнодушия? Собрался, ушел, двери закрылись, он больше не вернулся. Сотрудник Алтайского завода агрегатов скончался после производственной травмы. Супруга не верит, что это был несчастный случай и ждет хоть какой-то помощи от предприятия. Участие в четырех турнирах и создание молодежной команды в футбольном клубе «Темп» поделились планами на сезон. Владимир Путин внес свое расписание встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Точной даты пока нет, но запланировано мероприятие на май. Об этом, как сообщает телеграм-канал Госсовет, высказался первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак во время рабочего визита в наш регион. Формат встречи также непонятен и зависеть он будет от загруженности главы государства. Различные эксперты сейчас высказываются, что эта встреча будет означать одобрение Владимиром Путиным второго срока Виктора Томенко на посту губернатора. Но другие специалисты уверены, что это произошло намного раньше, еще во время их онлайн-встречи в ноябре 2022 года. Продолжим. Мужчина, который загорелся на Алтайском заводе агрегатов, скончался. Накануне Барнаульца похоронили. Несколько недель он находился в больнице, но ожоги оказались слишком серьезными. Трагедия произошла на предприятии в конце марта. По официальной версии на работнике загорелась одежда. Подробнее в сюжете. Было желание его не отпускать на работу, потому что он приболел немного. И вот как бы я говорила, что давай возьмем больничный, будешь лечиться и не ходи никуда. Собрался, ушел, двери закрыл и все, больше не вернулся. Предчувствие не обмануло. В этот день муж Галины получил сильнейшие ожоги – 45% тела. Сергей работал токарем на Алтайском заводе агрегатов. По официальной версии, во время производственного процесса на нем загорелась одежда. Мужчину госпитализировали. Спасти Сергея Гордеева не удалось. 14 апреля он умер в больнице. Сергею было 38 лет. Семья потеряла кормильца. У Галины трое детей. Предприятие не помогло ни финансово, ни в организации. То есть не предоставили ни транспорта, ничего. Все оплачивали сами. И то есть помощь, несочувствие, ничего не оказали. Обрещался и представитель мой. Сказали, что помогать мы не собираемся. Трагедия произошла еще 21 марта. Несколько недель Сергей находился в реанимации. И за все это время, утверждает Галина, на заводе никто не выходил с ней на связь. Еще женщина не верит, что это был несчастный случай. Он мне звонил уже из больницы, уже получивший травму. Просил приехать, срочно привезти документы. И он сказал, что я прилег в обеденный перерыв, меня подожгли спящего. Так или иначе, сейчас идет доследственная проверка по 143 статье. Нарушение правил техники безопасности, которое привело к смерти работника. Следователи следственного комитета провели осмотр места происшествия и изъяли образцы горючего вещества, которое могло стать причиной возгорания человека. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Галина до сих пор не снимает обручальное кольцо. С Сергеем они прожили 16 лет в браке. Дети, которых специально не брали с собой на похороны, ждут папу домой. Мы отправили запрос на предприятие, чтобы выяснить, может ли Галина рассчитывать хотя бы на какую-то помощь. И обязательно вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Борьба за протез или как пробить стену равнодушия. Наш следующий сюжет о женщине, которая из-за тяжелой болезни ампутировали ногу. На протяжении 8 месяцев теперь уже маломобильный инвалид второй группы не может получить положенный ей протез. Бюрократические проволочки, нескончаемое мытарство по кабинетам, а главное – полное безразличие сотрудников, говорит женщина. Она вынудила ее обратиться в СМИ и рассказать о проблемах социальной сферы, которой она посвятила больше 20 лет своей жизни. Давно было. Вот это уже неузнаваемые. Семейный альбом – как напоминание о счастливой жизни. Конечно, забот супругам хватало и раньше. Вот уже 17 лет Наталья страдает от тяжелого недуга – сахарного диабета первого типа. Но в августе прошлого года из-за прогрессирования болезни женщине ампутировали треть ноги. Стойко приняв неизбежное, Чупины настроились и дальше не унывать. В конце концов, по закону, точнее, индивидуальной программе реабилитации первичных инвалидов, Наталье положены все необходимые технические средства, в том числе протез. Когда я выписалась, я в поликлинику-то пришла за больничную, мне там врач сказала, ты должна вот с этой ИПРОЙ, с индивидуальной программой реабилитации, где все прописано, идти в ФСС. И там все дальше тебе объяснят. Обратилась, написала заявление и стала ждать. Но ответа все не было. Приехав 27 февраля в уже социальный фонд, после Нового года он объединил функции двух прежних – пенсионного и соцстрахования. Поняла, что путь в поисках протеза, хоть и без ноги, будет непростым. 27 февраля приезжаю туда, беру талон к регистратору, там она все смотрит и говорит, да, вам пришел направление на протез. Вот первая у меня была к ним претензия, почему мне не сообщили, да? И пока я сама не приехала, мне не сообщили, да, пришел. Называется группа компаний «Интро». Такое название мне называют, там протезироваться. Я говорю, это где? Она пожимает плечами и говорит, ну посмотрите в интернете. Ни адреса мне не дает, ни бумага. Наталью снова попросили написать заявление и снова сказали ждать месяц. Как позже самостоятельно выяснили Чупины, головной офис компании, рекомендованный социальным фондом, находится во Владимире. Обескураженные таким фактом, они в буквальном смысле, в поисках ответа и здравого смысла, начали кружить по инстанциям. Их перенаправляли то в филиал, в ледокол, то снова на Аносова. Проконсультировавшись, опять же, самостоятельно в одной из местных протезирующих компаний, Чупины узнали, что оказывается, процесс можно было изготовить и здесь, по программе возмещения, оплатить самим, а позже через фонд вернуть средства. Так ведь оказывается, можно было по возмещению сделать. Говорю, вы мне поясните, вот действительно, а то думаю, может мне в протезке так сказали, а может уже и не так. Я говорю, действительно, вот можно. Да. Я говорю, а опять же, я говорю, а почему мне 27 февраля-то не сказали? Вот такое только, вот такая вот реакция. Я говорю, а мы не знаем, почему вам не сказали, ну вы сами должны знать. Вот так она мне, да. Я говорю, в смысле, говорю, сама, но я же, если б я знала, я б не спрашивала у вас. Ну, короче, вот так вот прям стена. Наталья попыталась записаться на личный прием к управляющей, чтобы рассказать ей об отношении ее сотрудников к инвалидам. Но снова непробиваемая стена равнодушия, жалуется Наталья. Горячая линия словно замерзла по 40 минут ожидания, а ответ в итоге, если сочтем нужным, перезвоним. За ответом по данной ситуации обратились и мы. 27 февраля 2023 года в отделение фонда поступил отказ Чупиной от получения изделия. 12 апреля 2023 года в отделении фонда на личный прием обратилась Чупина с уточнением о необходимости ее первичного протезирования в условиях стационара. Отделением фонда принято решение выдать заявительнице направление от 20 апреля на изготовление протеза бедра в Барнудском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия по госконтракту от 16 ноября 2022 года. Таким образом, отделением фонда приняты все меры для обеспечения Чупиной рекомендованными средствами реабилитации. Иными словами, вопрос с протезом будет решен в условиях стационара, как и хотела Наталья. Правда, компенсирует только 100 тысяч рублей, несколько десятков тысяч придется найти самим. Но главное – срок. С каждым днем в ожидании протеза мышцы атрофируются, и высок риск навсегда остаться прикованным к коляске. Я хотел бы, чтобы на нашем примере хотя бы вот тоже более чутко подходили к этим вопросам, как бы сказать, не футболили, самое главное. Из-за жену обидно, из-за тех людей обидно, которые, например, может быть, она, я не думаю, что она единственная, еще, наверное, кто-то есть в таком же положении, как она. Просто мы насмелились, например, как-то вынести эту тему, чтобы другим людям, может быть, это будет толчком. Все можно было решить быстрее, уверена Наталья, которая больше 20 лет отработала в Барнаульском доме-интернате для инвалидов. Будь сотрудники социального фонда не столь равнодушными. Пожалуйста, дорогие специалисты, подходите индивидуально к каждому вопросу, с сочувствием к человеку, попавшему в такую трудную жизненную ситуацию, как бы еще к молодому, которому не хочется выпадать из жизни, из жизни семьи, ребенка, ну, еще как бы свое здоровье поддержать, чтобы, пожалуйста, помогайте нам, насколько это возможно, тем более, если, ну, как, есть все возможности. В официальном ответе на наш запрос сказано, что наличный прием управляющий социальным фондом Наталью записали на 16 мая. Надеемся, на этот раз ей исчерпывающе ответят на все вопросы и окажут необходимую помощь. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Узаконить землю под самовольной постройкой станет проще. Депутаты Барнаула сегодня утвердили новый перечень документов, благодаря которым людям будут реже отказывать в процедуре. Этот список в формате законодательной инициативы отправят в региональный парламент, чтобы рассмотреть на ближайшие сессии. Барнольские депутаты устраняют законодательную брешь. Народным избранникам часто жалуются на отказы оформить землю под самовольной постройкой. Действующего перечня документов не хватает, чтобы доказать право человека на участок. Депутаты Гордомы после инициативы губернатора Виктора Томенко решили расширить список. Федеральный законодатель говорит, платишь за коммуналку. Мы говорим, а если налоги ты платил, то тоже значит тогда есть подтверждение. Федеральному законодательству не предусмотрено. Если, например, у тебя присвоен адрес, есть решение суда, когда твой факт проживания до 14 мая 1998 года подтвержден. Решение же суда есть, федеральному законодательству этого нет. Мы предлагаем дать такую возможность. После заседания Дума направит законодательную инициативу в ОКЗС. Там вопрос должны рассмотреть через неделю, на апрельской сессии. Такая практика работы с органами местного самоуправления максимально правильная, потому что позволяет разрабатывать документы, исходя из реального проблемного поля, которое существует в территории. Острым остается вопрос выполнения исполнительных листов. В 2021 году на эти цели потратили 811 миллионов рублей. В 2022 больше 2 миллиардов, а нужно в разы больше. На 1 января 2023 года на исполнение органов местного самоуправления остается 172 исполнительных документов на общую сумму 9 миллиардов 119,2 миллиона рублей. Больше всего из поллистов в Комитете ЖКХ. Вопросы ремонта жилья, переселения из аварийного оценивают в 900 миллионов рублей. Самый дорогой бюджет в Комитете по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту. Только на очищение ливневок нужно 4,5 миллиарда. Депутаты обсуждали, выделять ли из городского бюджета дополнительные деньги на исполнительные листы. В итоге решили, что так рисковать нельзя, иначе не останется средств на исполнение социальных обязательств. А еще городские парламентарии утвердили нового главу железнодорожного района Андрея Курышина. Андрей Александрович практически рассказал программу, стратегию развития железнодорожного района. И мы бы хотели отметить, что помимо таких хозяйственных черт, понимания хозяйства района, Андрей Сачай обладает еще управленческими данными. Не будучи еще главой района, он знает очень многих жителей, руководителей организаций. В 7 лет Андрей Курышин возглавлял автодорстрой, а вообще на руководящих постах он уже 10 лет. Его назначение на должность главы района уже третье за год. Ранее депутаты утвердили главу индустриального Дениса Летягина, а Ленинского Евгения Авраменко. Вячеслава Франко сегодня наградили медалью за заслуги в труде лучших сотрудников муниципалитетов края в день местного самоуправления поздравил губернатор Виктор Томенко. Награду удостоился и глава Барнаула. Всего в столицу края приехали 500 сотрудников муниципалитетов. На заседании губернатор отметил, что регион растет по многим направлениям. Например, финансирование органов власти из краевого бюджета выросло более чем в два раза за последние пять лет. И пообещал, что до конца мая власти должны принять решение об увеличении зарплаты муниципальных служащих. Сайт сетевого издания «Толк» возглавил рейтинг самых цитируемых СМИ Алтайского края. Рейтинг по итогам первого квартала этого года подготовила компания «Медиалогия». На первой позиции с индексом цитируемости 65 расположился сайт толкньюс.ру. На следующих двух также издание сибирской медиагруппы «Банкфакса» и издание «Бийский рабочий». Добавим, что индекс цитируемости – это показатель того, насколько материал интересен для других СМИ. Любоваться пейзажами горного Алтая можно и не выезжая за пределы Барнаула. В художественной галерее «Кот» работает выставка «Магия вершин». В своих работах художник Юлия Сорокина передала всю искренность, любовь и трепет к горам, шаманам, восходам и закатам. Подробнее в сюжете. Заснеженные вершины, цветы у подножий гор, рассветы и закаты – это то, что художник Юлия Сорокина навсегда оставила в памяти из путешествий. Больше всего работ художник посвятила Алтаю, хотя не раз любовалась красотами других регионов и стран. Когда я была маленькая и когда сидела дома, болела, рисовала, кстати, когда я болела, папа мой летчик, он летал в горный Алтай. И он мне оттуда привозил вот эти вот цветочки розовые моральника. И вот до сих пор у меня от Алтая – это моральник. Отдельное место в творчестве Сорокиной занимает тема шаманизма. А с проводниками в мир духов она не раз встречалась во время своих поездок по Алтаю. Атмосфера обрядов, говорит, всегда завораживает. У настоящих шаманов всегда закрыто лицо во время обряда Камлани. Потому что если духи увидят лицо того, кто вызывает, они могут в него вселиться. Или потом навредить и сделать что-нибудь не очень хорошее. Поэтому шаманы всегда закрывают лицо всякими ленточками. Вот видите. На выставке «Магия вершин» художник представила больше 20 своих работ. И это не только живопись, но и фото. Стать чуточку ближе к местам силы на Алтае можно до 7 мая. Со среды по воскресенье в художественной галерее «Кот». По выходным автор проводит мастер-классы по живописи. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. В эту ночь наступил один из главных мусульманских праздников – Ураза-Байрам. Он назначает завершение священного месяца Рамадан. Это утро мусульмане обычно встречают в мечети, а после обязаны прекратить пост и заставить стол вкусностями. Чаще всего праздничное меню состоит из самых любимых блюд – бешбармак, манты, плов, суджук, традиционные сладости. На праздник разговения принято ходить в гости, дарить подарки и желать здоровья, мира, добра. Барнаульскую мечеть в этот день посещает почти 5000 человек. Во всяком случае, так было в допандемийные годы. Следующий крупный праздник – Курбан-Байрам – состоится через 70 дней. Футбольный клуб «Темп» поделился планами на сезон. Руководство думает, как продвигать молодежную команду, планирует внести изменения в тактику игры и попробовать новую методику межсезонной подготовки. С подробностями Данил Кузнецов. Планы на сезон озвучило руководство футбольной команды «Темп». В этом году они хотят участвовать в четырех турнирах. Основной – третий дивизион Сибири. Следующие по важности – Кубки СФО и России. Межрегиональные соревнования Алтайский клуб уже выигрывал в 2021 году. А вот страна не покорилась. Поэтому планы поскромнее – попасть в 1.64. Алтайский же Кубок клуб хочет использовать как трамплин для новой команды. В этом году организовали молодежную команду «Темп-М», где все-таки нашим выпускникам и ребятам школы чуть легче через молодежную команду, через участие в соревнованиях краевых попадать в главную команду. Кстати, о молодежи. В межсезонье в «Темпе» смотрели кандидатуры сельских спортсменов. По итогам троих человек отобрали на сборы. Но пробиться в команду получилось лишь у одного. Человек, о котором никто никогда не знал, он из Кытманова, он у нас в команде. Это Михаил Черкашин. Пацану 18 лет, у него все впереди, у него хорошие данные, есть над чем там работать. Он центрального нападающего играет. Это здорово, что все это получилось. В этот раз на сборах «Темп» сделал ставку на физическую подготовку. Ведь как раз этого аспекта не хватило для стабильности в прошлом году. Некоторые тренировки стали индивидуальными. Это, по словам главного тренера Ивана Старкова, помогло уравнять силы всех футболистов. Не меньше работали и над тактикой. У нас на этот сезон основная игровая схема – это будет 3-4-2-1. Немножко она изменится, добавится один игрок в центральной оси. Соответственно, в одного нападающего мы будем играть. Это не означает, что это будет какая-то оборонительная схема, это атакующая схема. Попробовать ее в полевых условиях спортсмены смогут уже в воскресенье против футбольного клуба «Считы». На первом домашнем матче в рамках третьего дивизиона «Сибири» гостей ждет не только сама игра, но и предматчевая развлекательная программа, которая начнется уже в 4 часа дня. Данил Кузнецов. День с толком. Власти Барнаула намерены подготовить к лету городской пляж на острове Помаскин за 780 тысяч рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок. Сейчас ищут подрядчика, который к тому же будет обслуживать территорию в течение всего лета. Убирать мусор, проводить обследование и очистку дна в границах зоны купания. Еще до начала лета подрядчик должен провести комплексную санитарную уборку пляжей, в том числе парковок, подъездных путей, пешеходных тропинок и урн. А еще установить туалеты и душевые кабины. Заявки на участие в аукционе принимают до 27 апреля. Продолжение следует...